ОМТВЮА. Про Головне. Ну, мне кажется, что уже пора начинать. И важно уже, чтобы мы показали. Ну, потому что когда на 2000 километров 200 тысяч человек, ну, давайте уже, давайте уже вот серьезно. Вот давайте справляться с военными задачами так же успешно, как с экономическими. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Господин президент, до войны у вас была стратегия насчет Крима. Это было ясно, то, что вернуть Крима политическим путем. После войны изменилась ли ваша политика насчет возвращения Крима? И украинская делегация на первые приговоры, которые были, они отделили ищу Крима от магноштабной войны. Если будет в будущем еще раз приговоры, вы опять будете обсуждать отдельное ищу Крима от магноштабной войны. Спасибо. Вы очень сложно задали вопрос. Во-первых, после войны не наступило. Это надо нам всем понимать. Сейчас у нас война. Во-вторых, все так происходит, что пока о переговорах и речи быть не может. Третье, нарративы, которые Россия пускает, и вы живой свидетель того, что Украина не хочет мира, звучит, мягко говоря, смешно. Я хочу вас вернуть на землю, и это уже не образно, я говорю, а прямо на нашу землю. Война исключительно на территории Украины. К нам пришли и убивают исключительно граждан Украины. И граждане Украины исключительно защищаясь. Не знаю, как по-русски, выборивают. Выборивают. Окей, выборивают. Такие странные слова. Россия ежедневными атаками, прорывами, наступлениями или потом отступлениями, сопровождая все это кровавыми убийствами и насилием, говорит всем нам и вам, что они никакие переговоры не видят, кроме таких. А мы объясняем, что все, что они сделали, свидетельствует о том, что они вообще ни о каком диалоге не думают и никогда не думали. Они приняли решение оккупировать нашу страну. Но так как в 2014 году они приняли это решение, и хорошенько им по роже мир не дал, но не дал. Они пошли дальше. И дальше, и дальше. А мы им по роже даем. Что случилось? Почему все это происходит? Мы не требуем, чтобы Зеленский сдавался. Мы требуем дать приказ прекратить сопротивление. Или вы что думаете? Мы сейчас остановимся. Они просто говорят, ну ладно, все нормально, будет, нет. Не будет его, пока наши войска не будут на границе с Польшей. Я вообще террорист. Я вообще сказал, значит так, три дня всем выйти мирным из Харькова, из Николаева, из Одессы. Три дня. Если это не будет сделано, сносим квартал за квартал. Три дня. Я думаю, Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал не жизнеспособным. Что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины пешком, стюками, на повозках и на запад. И то же самое сделать с другими городами. Наша цель – прекратить эту войну. И мы не начинали ее в 2022. Это попытка ее прекратить. Понимали, что в горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то, Господи, ну Украина. Из сегодняшнего дня донора и событий на Украине мы не можем не предложить стать украинским военнопленным, который сейчас находится в плену Российской Федерации, в обязательном порядке, ну, конечно, если это позволяет им здоровье, стать донорами крови для наших вооруженных сил. Ну и что касается вашего вопроса о том, планируем ли мы нападать на другие страны, на другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали. Вот это поворот! Особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов, мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами, дикими птицами. Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможностей переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы. В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения... Остановитесь! Никто из тех, кто планировал войну в мировой истории, никто никогда не знал, насколько она продлится и чем закончится главное. Вы знаете, известное, мы, кажется, в школе еще учили, про Крэза, который гадал перед началом войны, и ему сказали, если вступишь в войну, разрушишь большое, великое царство. Но он просто не подумал, что это будет его собственное царство. Поэтому не надо возвращаться все время к этим обидчивым воспоминаниям. А мы думали, а мы надеялись. Вот это постоянно из Кремля мы слышим эту чушь, эту пургу. Когда Россия ожидала, что ее возьмут в братскую семью цивилизованных народов, ничего подобного не произошло. Что нас обижали, мы надеялись. Да, мы думали, что в том же Харькове нас будут встречать с цветами, шароварники, песни петь и так далее. А нас встретили пулями. Просчитались? Просчитались. Занятие каких-то городов в Украине нам не поможет. Ну, представьте, заняли прекрасно. Заняли Харьков, заняли Киев. Что дальше? Вы что, облегчили давление на Россию? Нет. Опасность повышается. Давление повышается. Риск большой войны с Россией повышается. Значит, это не является путем к выходу. Вот с экономическими мы действительно справляемся гораздо успешнее, чем даже ожидалось и прогнозировалось. Выживать. Речь идет о выживании Российской Федерации. Вот что меня волнует. Мне, конечно, жалко Украину, жалко мою историческую родину. И стыдно за то, что происходит. Но кончайте все это повторять мантру «стыдно-стыдно». Языка не хватит. Еще предстоит много стыдиться. Сейчас нужна какая-то консолидация вокруг идеи выживания российской нации. Мы можем не выжить. Это надо очень ясно понимать. Так и хочется спросить, зачем? Зачем все это? Ради чего? Выступил сегодня и президент Франции. Макрон уже из Чехии. Ну, то есть практически прямо на границе с Украиной. Продолжил продвигать тему войны с Россией. После встречи с еще одним русофобом Петером Павелом, Макрон заявил, что Европе пора бы перестать быть трусами. В своем новом посте политико пишет, что до сих пор остается неясным, регулярно ли Калас ест кашу. Или на самом деле в ее завтрак все-таки иногда попадают русские люди.